Это новости на ННТ. Здравствуйте! В студии Лориана Шемхалаева. В этом выпуске. Самые достойные слова и красивые букеты. Глава республики поздравил женщин Дагестана в канун 8 марта. Женщине органично переплетаются лучшие качества. Самодерживая забота о близких, духовная чистота, трудолюбие, терпение, чувствость. Прихватил подъезд и даже успел возвести стену предприимчивого жильца одного из многоквартирных домов Махачкалы. Навестили проверяющие. Регби на снегу. Дагестанские спортсменки оказались лучшими на соревнованиях в Казани. В зале Дома дружбы глава республики вручил государственные награды. Многодетные мамы, женщины, которые добились успеха в различных сферах и, конечно же, мамы тех, кто защищает родину. Подробности далее в сюжете. Они из самых разных профессий. От тружениц тыла до руководителей предприятий. В канун 8 марта все получили государственные награды, которые вручал лично глава республики. Женщине органично переплетаются лучшие качества. Самодвежная забота о близких, духовная чистота, трудолюбие, терпение, чувствость, умение прощать нас. Самой природой вы призваны хранить тепло семейного очага, расти детей, беречь и передавать подрастающим поколениям истинные ценности, необходимые каждому. У Кисрана Слановой 14 детей, самому старшему более 45, самой младшей 29. Это как раз тот случай, когда ее дети – ее богатство. Роль дагестанской женщины значима во всех сферах. Сегодня многие горянки находятся в зоне СФО, работая по различным направлениям. Именно женщины с материнской заботой организовывают акции по поддержке ребят на передовой. С начала специальной военной операции в республике организовано более сотни акций по сбору продовольствия. А еще в зале были мамы, чьи сыновья на передовой. У Сусана Ханым-Хайрулаевой в зоне СФО четверо сыновей. Их работа такая. Они любили военные сдать. Поэтому военные. Они служили и будут служить. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Женщины систему никогда не подводили. Так отозвался министр внутренних дел республики о представительницах прекрасного пола, работающих в рядах дагестанской полиции. В канун 8 марта сотрудниц ведомства собрали в актовом зале. Абдурашид Магомедов поздравил их с наступающим праздником и пожелал им счастья, здоровья и семейного благополучия. У нас в министерстве работают более двух тысяч сотрудниц. И должен сказать, когда много народу работает, бывают разные проблемы. Но более двух тысяч сотрудниц Министерства внутренних дел, я могу сказать это с гордостью, с честью и благодарностью к вам, не создают нам никаких проблем. За образцовое исполнение обязанностей и достигнутые успехи в служебной деятельности министр вручил сотрудницам ведомственные награды. К другим темам. Самозахват территории по-дагестански. В доме номер 45 по улице Олега Кашевого кто-то решил забрать половину подъезда. Предприимчивый житель первого этажа решил, что может присвоить себе часть лестничной площадки, только потому, что она прилегает к его квартире. Он возвел в стену, разделяющую подъезд на две части, одна его, другая общего пользования. Однако в дело вмешались специалисты отдела муниципального контроля администрации Ленинского района Махачкалы. В итоге разочарованный жилец обещал разобрать стену своими силами и даже убрал несколько кирпичей. Дагестанским продуктам откроют доступ на прилавки московских рынков и ярмарок. Об этом сообщает экономика Дагестана со ссылкой на Минсельхозрегионов. В столице России нашим сельхозтоваропроизводителям будут бесплатно предоставлены оборудованные торговые точки. Всего на территории Москвы размещены 63 площадки межрегиональных ярмарок. В Муфтияти Дагестана наградили сотрудников газеты «Ас-Салам». Благодарственные письма и памятные подарки вручили особо отличившимся работникам, которые активно занимались распространением издания как на территории республики, так и за ее пределами. В рамках мероприятия участники встречи также обсудили вопрос улучшения дальнейшей просветительской работы. И немного о спорте. Студентки ДГПУ выиграли всероссийский турнир по регби на снегу. Представительницы Дагестанского государственного педагогического университета показали лучший результат на соревнованиях в Казани. В столице Татарстана команда под руководством Магомеда Гаджимагомедова одержала 4 победы. В финале воспитанницы Дагестанской школы регби одолели сверстниц из Поволжского государственного университета физкультуры и спорта. Со счетом 8-6. Магомед Исмаилов одержал победу в поединке по правилам бокса. Исмаилов был активнее и креативнее в своих атаках, за что двое судей посчитали его победителем, а третий выставил ничейный счет. В соглавном поединке вечера Заур Абдулаев единогласным решением судей одолел Рикардо Нуниса из Панамы. Для боксера из Каспийска эта победа стала 17-й при только одном поражении. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин